так запись пошла снова здравствуйте сегодня я в гостях сегодня мне будут задавать вопросы вот пытаясь пристрастием я буду пытаться на них ответить так что сегодня наверно будет долго но интересно начнем начнем хочу собственно я вас потом представлю в конце конечно это будет хорошим сюрпризом для наших любимых зрителей и читателей да так что прошу ваши вопросы я хотела бы уточнить особенность изменения женского организма лет после 40 то есть так называемыми на паузы климаксы куча куча разных страшных терминов применяющихся медицине которые пугают и совершенно непонятно что делать кроме как пить бесконечные таблетки и мучиться от каких-то моментов этих вот приливов быть немножко не равновешенным эмоционально я понял куча других разных прелестей я понял сейчас давайте это хозяйство объясню как понимаю значит смотрите еще раз это чтобы понимать да у нас вообще отличие женского организма мужского но это школе проходили до первичные вторичные признаки и так далее это все на самом деле самое основное кроется в гормоналке гормоналка определяет эмоциональный фон она же определяет поведение она же определяет все вот эти вот инстинкты мужика сдохнуть но защитить семью у женщины сдохнуть но защитить потомство разница вот кстати говоря вот это вот вот эта разница в гормоналке и закладываемых инстинктах она и перечеркивает напрочь любые желания уравнять женщину с мужчиной все степень ответственности принципиально разная уравнять не получится поэтому женщины во властных структурах быть не должны они преследуют цели значительно список цели меньше уже до чем мужчина вот просто-напросто принципиально мужчина будет следить за тем чтобы было хорошо всему роду женщина будет следить только за тем чтобы было хорошо только ее потомству вот еще раз я тем уже многоженство поднимал здесь вот чтобы было понятно ярко я скажу да значит если у мужчины есть несколько жен и от каждого него дети он будет следить чтобы было хорошо всем ну я имею ввиду нормального мужика значит не тех маменькиных сынков которые нынче бегают вот а вот каждая из его жен в отдельности она будет следить за тем чтобы было хорошо именно ее потомству она найдет кучу причин объяснить почему она значит там не приняла каких-то мер в отношении детей другой жены вот нет есть более ответственные менее ответственные более ревнивые менее ревнивые но принцип один она будет следить в первую очередь за своими детьми все банально в политике будет то же самое она будет следить только за тем что она сделала за сферой своих интересов все остальное и не принципиально не интересно но это мы отвлеклись дальше значит то есть вот это вот все она определяет поведенческие вот эти все моменты значит весь организм женщины заточен под воспроизведение себе подобных все изначально отсюда материнский инстинкт а вот если вы посмотрите как дети растут развиваются больших различий до определенного возраста между мальчиками и и девочками нет но вскидку лет до четырех тире до восьми значит дальше чем дальше тем больше ребенок воспринимает поведенческую модель своих родителей соответственно девочка матери мальчик отца если он есть вот до этого времени они прекрасно играют играют мальчики спокойно играют в куклы ничего предусудительного не вижу девочки точно также отлично играют в машинке причем вот брат сестра брат будет играть в куклы тут же сестра будет играть в машинке все это хозяйство так вот перемешку все когда начинает включаться гормоналка примерно у девочек раньше значит начиная где-то там девять десять одиннадцать двенадцать лет как у нас психологи говорят переходный период до один из один из там же говорят что есть несколько но это понятно да значит как там сложные трудные подростки да тяжело с ними до кидают то в одну крайность то в другую то она уже большая и взрослая то она все еще маленькая смотришь на нее блин ей все еще лет шесть почему меняется химия вот протекание химических реакций в организме и вот здесь ее кидает вот только потому что ребенок еще маленький да нет достаточного какого-то опыта поэтому не в состоянии объяснить что нас чувствует а вот когда женщина жизнь уже пожила вот она потом чувствует все то же самое только в обратном порядке но она там уже имеет достаточно опыта словарного запаса и мозгов чтобы объяснить что она чувствует понятно происходит просто-напросто обратный процесс все то же самое только в обратном порядке никто таблетками девочек не кормит правильно но как минимум потому что значит на детях определенного возраста нельзя испытывать препараты и соответственно раз они не испытаны значит там будут писать что блин детям нельзя младше такого-то возраста значит нельзя этот препарат давать понятно да поэтому для детей тупо если это не по жизненным показаниям препаратов нет а вот на взрослых людях там можно все извините и такую вещь как бизнес никто не отменял поэтому вам значит расскажут про все эти вещи и и выпишут кучу таблеток которые по большому счету понятно да это основное и принципиальное значит есть конечно нюансы нюансы значит процент кроется вот чем в процессе жизни накапливаются накапливаются какие то болячки они начинают давать какую-то симптоматику какую-то клиническую картину вернее они искажают ту картину гормонального изменения изменения гормонального фона которые происходят раз так как человек накопил много лишнего к этому возрасту значит течение химических реакций у него тоже проходит не совсем гладко не так как хотелось бы и вот это все хозяйство оно и влияет но самый основной человек привык достаточно комфортном существовании а тут начинает дергать его все стороны кидает мечет вот и может отличить где твои поэтому на переживания где это примерно до гормоналка а дело в том что значит где твоя где гормоналка если где изменения которые происходят в этом возрасте то есть где причина личные переживания свои по какому-то поводу то есть причина либо во внешне психологической среде либо причина в гормональном фоне изменения каких-то гормональных процессов внутри организма физиологическая причина об этом да да я понял ну естественно да потому что еще раз говорю вот эту эмоциональная реакция она зависит первую очередь вот вот эту гормональную фону изначально поэтому здесь задавать вопрос когда петух клюнул собственно уже называется поздно вопрос надо задавать раньше как к этому хозяйству подготовиться там протекает все вполне себе нормально но когда а когда болеть никогда когда ты занят чем то интересно сильно занят плотно занят а когда у женщины это когда куча детей под боком да значит либо еще детей либо уже внуков в принципе возраста предполагает уже наличие внуков а вот раз муж рядом да ей необходимо заниматься детьми мужем домом и некогда кидаться вот в эти вот все страдания и зацикливаться это все понятно но есть женщины у которых нет вот этого вот общего счастья и у них нет либо мужа либо детей а им в таком случае необходимо найти какое-то занятие себе то есть и там опять же идет для того чтобы чтобы вот эти процессы все сгладить и выровнять да необходимо чтобы организм был запитан всем необходимым так вот я и хочу спросить именно этот момент чем именно да чем кормить то надо то есть грубо говоря чем кормить а здесь еще раз объясняю здесь опять же все строго индивидуально вот вроде как атлас анатомический берешь так все по одному шаблону скроенные да и принципиально все одинаково происходит но вот отличие отличие у каждого есть свои поэтому нет универсального рецепта минимальная общая рекомендация вот он калий одному значит этот калий из сухофруктов другому этот калий из бананов третьему этот калий из томатного сока интересно как это высчитывается а никак не высчитывается на вкус на вкус кому что нравится а вот чтобы понимать что именно нравится необходимо повыкидывать к чертовой матери вот эти вот все накопившиеся вот наросшие как это шелуха на луке вот эти вот все вот пристрастия там модные значит еще какие то там привычки вот это все необходимо повыкидывать то есть надо вывести организм на саморегуляции хотя бы это либо голодание длительное полное там практически все обновляется вот и там правда после этого хозяйства это еще вообще большой вопрос когда собственно эта пауза то начнется вот ну а если она уже началась в процессе ну там ой там весело будет наверное голодать в процессе ну система голодания предполагает один потом несколько потом 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 то есть это очень все постепенная тема так ведь да либо значит все таки глубокая чистка организма и там даже не просто детоксикация вот как у меня там рассчитанная месяца натрий вот то есть ваши рецептурники которые вы да а там конкретно ну почти то же самое только взять оттуда основное и полгода там 9 месяцев то есть потихонечку ну голодание оно позволяет вычистить энергично но у вас состояние дурное совершенно да это надо голодать без работы и без активной деятельности нет почему люди голодают и с работой и с активной деятельностью с активной физической деятельностью даже голодают это не так страшно как кажется еще раз объясняю я не говорю что это страшно просто казалось бы без еды как вести активную не знаю там физическую активность поддерживать а тут очень просто все дело в том что человек питается не только углеводами да но есть такая еще вещь как которую пока официальная наука регистрировать отказывается витонное излучение но пока вот мне еще не один я не знаю там специалист по присмыкающимся земноводным не объяснил за счет чего крокодил живет два с половиной года без жертвы от слова совсем греется на солнышке ему главное чтоб температура была не ниже плюс 25 и он в этих условиях живет до двух с половиной лет без жертвы от слова совсем но никто не изучал этот вопрос я думаю еще да изучали изучали откуда значит вот зима да оп потепление смотришь блин комары толкунцы мама дорогая откуда легкий минус блин ну солнышко пригрело вот то теперь случилось все на пожалуйста хорошо что они нажирались то что они так активно значит здесь толкутся да ничего солнце энергия все хорошо им этого достаточно но солнцеедство оно имеет но не только вот солнечной энергии будет недостаточно недостаточно есть еще витонка например сейчас вот достаточно активно изучаются холодный ядерный синтез когда значит ребята получают там банально два электрода близко друг к дружке да пропускается ток вот идут разряды и одновременно между этими электродами протекает дистиллированная вода холодный ядерный синтез изучали еще в Советском Союзе если не ошибаюсь да целая лаборатория да достигли даже успехов пока это все не засекретили и не разогнали до тех пор пока в том то и дело это хозяйство не разогнали в веселые девяностые как раз таки когда прекратили банально финансирование сейчас все это дело продолжают на свои частные деньги в основном вот как минимум две группы ребят я знаю которые все это хозяйство делают на свои деньги свои собственные два медных два медных электрода значит плюс дистиллированная вода и на выходе они получают какой-то порошок который при спектральном анализе показывает что там содержится почти вся таблица Менделеева включая редкоземельные из воды получается да вот это и есть тот самый синтез холодный ядерный синтез вот они там играются значит разные электроды вот разный состав порошка но подбирая горит режимы различные там скорость протекания воды температура воды значит напряжение тока там чистота там характеристики по синусоиде там и так далее вот эти вот все режимы варьируем и горит в состоянии получать заданные элементы ну еще не в чистом виде но вот чтобы их было там вот хотя бы больше чем просто так вот уже но при этом всем те кто плотно занимается первая группа они регистрируют такой момент значит мы говорит как бы бумагу регистрирующую значит рентгеновское излучение и так далее не ставили вот да нет говорит тут все нормально как бы в этом плане но какое-то излучение есть значит иммунитет вышибает напрочь причем у кого-то вышибает у кого-то не то есть не на себе это все дело прочувствовали да естественно но они рядом с этой установкой это все потому что вот в открытую вот ну точно так же как я надеюсь не до симпатичных случаев один товарищ уже от рака у них лечился не долечился как бы не до того ему или деньги кончились у нас сейчас с этим сложно вот честь и хвала испытателям идущим да это точно так же как как рентген со своей женой которые собственно от этого всего хозяйства и померли от их случаев вот и дальнейшие исследователи которые изучали атомные деление атома деление ядра которые тоже гибли пачками не понимая еще с чем они столкнулись здесь новое излучение будет соответственно регистрироваться если государство возьмется за это плотно а в японии есть госпрограмма в штатах есть госпрограмма в италии есть госпрограмма а в россии нет госпрограммы в россии значит потому что комитет по борьбе с лженаукой объявил холодный ядерный синтез это все чушь бред и ересь я думаю что пока в россии не будут заниматься они даже бюджет не могут нормально суть в другом что есть излучения которые существуют но они еще просто напросто не регистрируются соответственно еще не знают чем экранироваться от этих излучений вот поэтому точно так же определенные люди говорят есть такая вещь как витонное излучение генерируемое значит ядром земли благодаря этой самой витонке еще под снегом начинают проклевываться растения откуда они энергию черпают там вот той самой энергии которая заложена в семечке недостаточно для роста синтеза для преобразования минеральных веществ из почвы и солнечной энергии недостаточно это биологи все уже говорят что солнечной энергии тепловой энергии которую получает растение то есть тех видов энергии которые на сегодняшний день фиксируются этого недостаточно для роста растения поэтому достаточно хотя бы просто предположить что есть такая вещь как условно называемое витонное излучение вот на этой витонке значит человек который Юрий Анатольевич Бабиков да вот предположил что оно существует так его назвал от слова вита жизнь вот то есть в этом случае эта гипотеза объясняет очень много явлений в том числе тот самый момент а че это человек не дохнет с голодухи за 3 недели а то и за 40 дней а когда человек голодает второй раз ну там в течение года где-нибудь или через год так же длительно то второй раз он теряет в весе значительно меньше почти не теряет но если первый раз из него вышли вышло все то что он накопил ну хорошо человек значит вес в районе восьмидесяти двух первый раз он голодает длительное голодание он худеет до шестидесяти двух ну у меня было интересно человек в тюмени живет второй раз он голодает вес у него падает с восьмидесяти двух ну нормально это вес его собственно родной да с восьмидесяти двух до семидесяти шести ну причем он голодает значительно дольше трех недель потому что мне было интересно так как ну там за десять дней привычка жрать собственно прекращается и перестает так сильно тянуть особого дискомфорта уже не испытывал поэтому три недели прошло ну а что бы не попробовать дальше то есть он голодал в районе сорокать суток сорок суток без жертвы активная деятельность умственная физическая похудел всего на шесть килограмм плюс еще темень далеко не бананово джунглевый край все-таки температура и климат не самый с ижевском сравнимо при этом лето там комфортнее весна-осень там комфортнее зима да я бы не сказал что там значительно суровее чем у нас но все равно я про то что у нас есть и холода и все остальное ну там есть там там просто суши поэтому легче переносится вот тем не менее я бы может быть еще и заподозрил в том что он врет но он потом расхрабрился значит и слишком энергично начал выходить из голодания то есть нарушением режимов вот его потянуло в жор он чуть не помер это же категорически нельзя ну так в том то все и дело самонадеянность иногда подводит вот вытащили конечно напоили чем нужно вот то есть подытоживаем организм очищенный голоданием лучше принимает другие способы питания то есть альтернативные способы питания где моя телефона фонарик банально вот включите фонарик да и через пальцы свои вот нет просвечивает только между пальчиком просвечивает ну такие мощность фонарик это какая чуть-чуть чуть-чуть по сравнению с солнышком с летним с июльским солнышком если вот поставить человека плотно до так сказать вот этот прорезь для фигуры плотно и перекрыть он будет светиться красным он будет прозрачным если дать света побольше значит вы будете видеть у него внутри где там кости просвечивают он прозрачный соответственно у нас все знают такую вещь как кремниевые солнечные батареи в калькуляторе вот эти вот правильно да за счет чего за счет свойства кремния преобразовывать одно одну энергию в электрическую он кремния преобразует ударную энергию значит в пьезозажигалках вот в электрическую он преобразует соответственно энергию света в электричество свойства у него такое да у нас эритроциты содержат в том числе кремний это в старых справочниках есть в новых справочниках нет почему-то нигде об этом не упоминается законспирировали почему-то нигде я не нашел значит опровержения что кремния там нет просто вот просто убрали все из состава значит что входит состав эритроциты еще эритроциты состоит видимо но вот этот момент как раз таки дает что до солнца дает заряд эритроцит получает дополнительный электрический заряд от солнца этот самый факт объясняет тот самый момент что человека можно кормить свежими овощами свежими фруктами значит там я не знаю комплексными витаминами и так далее но через некоторое время он начнет загибаться через два месяца начнет загибаться и загнется окончательно через три месяца примерно через четыре а вот почему потому что его организм не будет получать определенных витаминов которые синтезируются исключительно на солнце в темноте да вот без солнца просто ну будет светло у него искусственное освещение ради бог все вот как вот эти вот лампы искусственного дневного света да не спектр солнечный практически весь повторять практически практически но можно им ультрафиолета добавить инфракрасного добавить не будет у него синтезироваться то что должно и через сколько там 60 до за шестьдесят двое суток у него заканчиваются заканчивается запас этих витаминов а через еще какое-то время через 90 с чем-то суток начинаются необратимые последствия необратимые уже в результате этого результате этого шестьдесят двое суток запомнили да в результате этого американские подводники имеют приказ возврат на базу через до через максимум 59 суток у них плавание у наших был такой же приказ свое время но потом а чё там недельку-то не бы ну чё за неделю-то будет а потом значит еще пару недель а потом еще чуть-чуть в результате нашей сейчас плавают почти три месяца но в 40 лет там 40 лет подводника списывают на пенсию полностью все развалена дряхла и собственно как это объяснить что людей не хватает или используют выжимают досуха а потом выводит на пенсию что как и подождите медицина советская была лучше всех поэтому она вот эти вещи установила поэтому подводников например значит после длительной автономки их сначала отправляли вместе с семьями на там практически месяц больше на санатор на курортное лечение и только потом отправляли в отпуск еще на полтора месяца этого три месяца суммарно но это так в теории санаторно-курортное могли дать а с отпуска могли выдернуть со второго дня то есть снимается вопрос о подземных городах, о подводных городах, на плане орбите земли и все такое прочее кстати вот к вопросу о интровертах да кто дома сидит тоже выходите гулять раз в неделю хотя бы это вот здесь вот возвращаясь к вопросу оба да как же это болячка там называется одно время что-то по столбам много объявлений было лечим псориаз вот при одной и той же внешней симптоматике всего две причины либо нехватка солнечного света поэтому в таком случае псориаз лечится примерно за месяц на побережье черного моря не за две недели как сейчас в отпуск ездит не за 10 дней а за месяц либо значит причем это в подавляющем большинстве случаев либо второй вариант когда значит там проблема в гельминтазе все тупо и поэтому без таких средств без лекарств безумно дорогих абсолютно абсолютно да солнце да солнце море приехал сгорел молодец привез с собой там пару литров тройного одеколона блин или там эфирного масла лаванды да поэтому обгорел намазался значит пару дней в тенечке подождал пока шкура значит одна слезет вторая там укрепиться вот и все и вперед дальше прожариваться да удар конечно мощнейший по организму но зато все проходит кстати вопрос в тему солнца очень много людей пошел по крайней мере я на своей работе видела этим летом совершенно белопрозрачные приходят и говорят что им нужна полная защита от солнца у них на солнце аллергия это как есть такая штука как прямо руки девушки ходили в перчатках снимали у них как балдырили ожоги даже и чешется все это хозяйствующие были ну выглядело это не очень то есть они были просто прозрачные прям максимально закрытые там вот как раньше дамы чуглини зонтиками значит аллергия на солнце или так называемая аллергия на солнце она есть почему известно эта штука давно проявляется она по-разному у меня например эта аллергия была на солнце несмотря на то что я в том числе рос в Закавказье вот у меня в какой-то момент проявилась аллергия на солнце очень много солнца я немножко просто-напросто обгорел вот и был жуткий зуд у меня чесались грудь и спина очень сильно именно зуд который значит ну сутки я не поспал сам не дал отдохнуть родителям соответственно на вторую ночь меня повезли с этим хозяйством то есть это совсем в маленьком возрасте нет это были выпускные экзамены это восьмой класс был сейчас это как бы девятый класс считается вот ну повезли меня отец психанул повелся в скорую вот там репу почесали местные медики такого не знали ну чтобы в Грузии аллергия на солнце они принципиально себе такого представить не могут да вот в результате мне вкололи тройчатку замечательным образом то есть навокаин димедрол и этот как его анальгин навокаин димедрол тройчатка да мне все это хозяйство вкололи качественную дозу вот потому что мне вкололи раз оно на меня не действует мне значит вкатили уже в полной программе вот в результате значит я на консультацию то я пошел обратно меня привел одноклассник блин потому что я там димедром умудрился уснуть переходя дорогу стоя на осевой вот он меня привел домой потом я соответственно спал двое суток не просыпаясь потом благополучно сдал экзамен собственно нормально а чтоб зуб то прошел ну так вкололи перестал чувствовать а они просто поставили баллокаду да на все тело чтоб не чесался и спал нормально да чтоб не доставал окружающих вот да замечательная штука потом значит прекрасным образом у меня это дело проявилось во время свадебного путешествия да на море опять загорел опять обгорел чесался уже ноги чесались руки чесались жутко пошел значит поднял весь этот комплекс где отдыхали нашли врача в конечном итоге то значит аллергену солнце все понял достал мне пачку таблеток на значит максимум две съешь остальное принесешь завтра я съел всю упаковку потому что не помогало ну после этого опять полторы суток вот тоже димитрольчик был я не знаю состав вот но судя по всему что-то в том числе и все это хозяйство в конечном итоге у меня прошло когда я лечил когда спину себе восстанавливал вот там у меня было все детоксикация дегельминтизация значит противопаразитарка у меня там было все в том числе у меня и вот это хозяйство закончилось из чего я делаю вывод для себя что вот эта аллергия на солнце она вызывается все-таки паразитарным каким-то заболеванием просто-напросто что-то типа может быть филириозом то есть опять же общей загаженностью организма да и то что значит я был нежного возраста когда это все проявилось не говорит о том что этого не могло быть в принципе почему собственно нет тот же филириоз он изначально у нас имеет родина юго-восточную азию ну вы же говорите что родители передаются детям теплый жаркий климат почему это странно это нормально ну и так в том числе да да мог с фруктами все это хозяйство получить но опять же если учесть по вашим зачитываем цитатам из учебников то некоторые товарищи не смываются ни кипяченой водой ни кипятком вернее ни спиртом ничем там их не задушишь не убьешь соответственно вполне логично вот так что что я могу сказать этим людям надо организм в порядок приводить так то сейчас молодежь загажена по самой неболусе если я например когда еду в москву вот я езжу вот с этой сумкой вот как-то удивились значит а на сколько ты с этой сумкой в Москву ездишь ну когда как на неделю на две недели и тебе хватает я говорю а что мне там собственно у меня там еще куча места остается вот там у меня в том числе еще литра два воды едет в этой сумке просто я в Москву еду я изначально предполагаю что первые сутки я жрать не буду от слова совсем то есть сутки без еды я себя чувствую абсолютно нормально то есть это просто из-за неудобства в поезде или какое-то конкретное решение то есть не есть сутки вот если человек покушал да у него в норме через пять часов он должен пойти в туалет вот чтобы не бегать по Москве и не искать где пристроиться осознанное решение вот зачем мне это надо у меня там куча дел накопилось я побежал их решать с утра из поезда выпал значит и помчался туды сюды туды побегал все потом на Ленинградск и поехал отдыхать в гости в гости в гости уже в правильное просчитанное решение все а туда уже приехал там да там меня можно и накормить собственно если есть чем если нет чем да не вопрос я еще 12 часов спокойно переживу то есть без всяких проблем а возьмите сейчас молодежь школьный возраст старший школьный возраст или сразу после школы 18-20 лет попробуйте заставить их поголодать 24 или 36 часов они у вас в обморок начнут падать через сутки ну как так то как так то организму требуется постоянное поступление причем не нормальной пищи а то что у нас готовят фаскуда нет дело в том что у организма всегда есть определенный запас вот даже у человека который выглядит вот таким вот худым да даже вот такой вот мой знакомый значит он голодал длительно он голодал 3 недели ну что он же выжил хотя теоретически по всем раскладам что называется пока толстый сохнет тонкий сдохнет вот еще он пережил похудел не сильно ему там худеть то и некуда было при этом он оставался вполне так в этой форме но еще раз говорю у человека организм начинает использовать гликоген который он запас подкожной жировой клетчатки в том числе он туда складывает в эту клетчатку жирорастворимые токсины которые он не вывел через печень с желчью и вот у молодежи получается так что слишком много депонированных токсинов все банально если раньше целлюлит был делом ну там на картинах рембрандта да да целлюлит можно увидеть у дам возрастом ну так хорошо за 30 а сейчас у них даже молодых девочек а сейчас да а целлюлит это как причем там на картинах рембрандта там дамы это откормленные в теле мягко говоря да вот вот в чем дело а эти вот бегают вроде вот такие вот там откуда чего а тем не менее потому что токсинов много они едят неправильно питаются неправильно вот вот и плюс ко всему вот эта вся индустрия модная да она ведет женщину к подрыву здоровья собственного у женщины у женщины должен быть жирок ну должен быть это как сказать ну грудь это в основном жировая ткань это не молочные железы молочная железа у женщин практически у всех одного и того же объема неважно какой номер все остальное это жировая ткань значит раз второе на бедрах откладывается жировая ткань точно жир подкожный подкожный значит низ живота вот у женщины даже у молодой животик должен быть небольшой животик вообще должна быть округлая мне один кадр в ютубе написал значит что-то там про жердяек и про то значит как сексуально смотрится вся такая вся спортивная девушка молодому человеку надо пожить в казарме тогда он поймет разницу между спортивная упругая девушка извините на ощупь это малчик малчик это малчик на ощупь она должна быть девушкой гладкой и круглой у нее не должно быть кубиков на животе это у малчика они должны быть иначе блин свет выключил все ничего уже не будет потом малчик ё-мое ну пощупал блин тут мышцы тут мышцы тут мышцы а женщина где вот как то так получается на мой чисто мужской взгляд женщина должна быть мягкая круглая все соответственно там количество объема это уже количество вопрос вкуса и пристрастий но тем не менее потому что у женщины в том числе вот этот вот жирок внизу живота значит это по большому счету самостоятельный орган который участвует в продуцировании женских гормонов определяющих способность женщины к беременности к вынашиванию и к рождению все банально сейчас я не знаю вот это молодое поколение всех приучили что раньше была формула да мужик не собака на кость не бросается а сейчас оказывается собака блин и бросается мужиков низвели до состояния я не знаю действительно животины которую надо это кормить ласкать гулять отпускать чтобы он четко выполнял команды значит рядом к ноге сидеть все ну как в этой старой рекламе значит мы едем к маме все к маме значит к маме как я сказал так и будет да